Приобрести недвижимость в микрорайоне Солнечный, пожалуй, мечтают многие, что неудивительно. Внимание читинцев привлекают красивые пейзажи и лесной массив, расположенный рядом с жилыми комплексами. Еще один фактор – близкая расположенность района к городу. Впрочем, добраться до цивилизации не так уж и просто. Водители маршруток зачастую игнорируют жителей, проезжая мимо остановок. У нас постоянно ходит 136 маршрут и не останавливается. Дети утром стоят в школу, не могут уехать. Мы уже неоднократно писали через голос забайкальца, они ответ дают. Вот недавно отдал ответ Устюгов Юрий или что ли. Он говорит, это не в нашей компетенции, отвечает Читинский район. Борьба с безответственными маршрутчиками длится уже не первый месяц. В какие только инстанции не обращались местные жители в попытке добиться справедливости. В итоге кипа отписок и никаких действий. В настоящее время муниципальным предприятием городского округа города Чита троллейбусное управление для обслуживания маршрута номер 30 на линию запущены комфортабельные автобусы среднего класса. Все автобусы работают в соответствии с установленным расписанием движения. При увеличении потребности со стороны пассажиров количество автобусов на маршруте будет увеличено. Кроме 136 маршрута через микрорайон Солнечный проходит и муниципальный автобус номер 30. Правда, следуя графику, который удобен не всем жителям всего раз в два часа. Читинцы уверены, причин такого распорядка наличие именно 136 маршрута, который нужно убрать и как можно быстрее. Через биофабрику, через Ковыльную пусть ходят. Нас это как бы здесь не устраивает, потому что он сквозной. Зачем он здесь? Смущает и цена на проезд в общественном транспорте. В микрорайоне нет школы, поэтому юным жителям пока приходится ежедневно ездить на учебу в Северный. На автобусе тариф, которого существенно бьет по карману школьников и их родителей. Нам бы сделать проезд 20 рублей на городском автобусе до 27 школы детям. А сейчас сколько стоит? 25. Найти работу в Солнечном непросто, поэтому многие жители вынуждены ежедневно ездить в город, часто с пересадками. Раньше через микрорайон ходил маршрут, с помощью которого можно было добраться до отдаленных районов города. Сегодня его нет. Я бы хотела обратиться к администрации города, чтобы маршруты номер 37, Солнечный ГРЭС, чтобы восстановили. Потому что так как я езжаю с пересадками на работу. Изменится ли транспортная ситуация в ближайшее время неизвестно. Жителям остается два выхода. Либо каждое утро испытывать судьбу, уедешь не уедешь, либо идти пешком до ближайшего района. Дарья Калинина, Ника Новак, Виталий Литвинцев. ЗАП-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова